сегодня у нас или татар менеджер логич домов в и так утилита тар это сокращенно название тайт кайф архив на ленте и так как она была создана очень давно и упрощала или позволяла даже делать архив и магнитной ленте и получается исторически сложилось что для создания архивов в линусе в большинстве случаев до сих пор используются утилита тар она делает на объединяет множество файлов в один и позволяет их например еще и за архивирует ну применяется тар для архивации потому что по умолчанию или то для сжатия джип а может сжать опять же один только файл а поэтому нам чтобы за архивировать много файлов сразу в один архив получается и нить он еще и за эти сделаем кунтов папочку и он я вот мы создали некую папочку веб-сервису с именами да то плюс теперь у нас есть папка дата с некими данными где есть файлы архива и давайте создадим там просто некий тест твой файл тест . текст я думаю вы помните как создать просто пустой файл и напомнить качество создали сдадим некую другую директорию для резервной копии на предположим и скопируем до нашего можем перейти в эту тюрьму копировать из на утилита копия она копирует по умолчанию просто один файл и если мы запустим я без параметров для копирования директории нас к нам нужно сказать что копировать нужно рекурсивно если у нас уже есть директории backup какие-то данные мы допустим хотим их перезаписать то можно сразу сказать форс мы уверен . это как мы помним текущая директория нам нужно скопировать все данные с директории дата в текущую директорию а вот как я уже говорил допустим если мы делаем бк и на какой-то другой сервер если мы копируем по одному файлу что в общем то возможно надо просто дополнительные накладные расходы неудобно можно запутаться поэтому лучше объединить все и встретимся с помощью тары мы сейчас создадим хив утарь команды говорящий то есть по первым буквам нам нужно создать это пеет нам нужно мы хотим допустим посмотреть информацию о том что делает так вид то есть в первых баус и мы хотим создать файл далее название архива и что хотим за архивы пущу антар показал какие файлы добавил архив вот появился наш бы каптор как посмотреть объем данных директорий а вот на 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 он там допустим одинаковый может возможно там данных разное количество отдельная специальность f это утилита чтобы посмотреть информацию о файловых системах смонтированных а есть не искали с тумарный ведь понятно у нее есть параметры на сколько уровня уходить мы можем посмотреть и на по директориям неплохо понятно эти наверно не так эти вначале удалим наш бы как после этого посмотрим марные данные и данные в директории и 120 кбайт только мы создаем архив смотрим что ну немного объем данных уменьшился но совершенно незначительно фактически тар как таковое особо данные не сжимает он их просто объединяет потому что например есть разный текст только а текст он очень хорошо жмется а еще такой момент а вот этот вот параметры минус в отображает данные на экране и архивирование каких-то очень больших объемов данных по не знаю погибом и не использовать отображение информации в консоль тратится ресурс достаточно значительный консоль на самом деле довольно медленно поэтому если вам нужно играть большие объемы данных из этого параметра пусть он и тихонечко так не сделали архив и мы хотим посмотреть что же там исходим тар опять же параметры и п вот мы как или с минус сель смотрим по файловую что если мы хотим узнать если там какой-то файл мы можем он чуть и поиск вот на видит и все это скорее привычка просто моя привычка она я считаю что это немного нагляднее нас что мы показываем интерпретатур бак пашу что нам нужен файл именно . кста черта обозначает что а наверно можно без этого у меня видимо какие-то бывали случаи когда были трудности а привычка указывать и и что такое не обязательно потому что по умолчанию или в которой мы сейчас находимся мы нашли что у нас файл текст в архиве теперь мы можем старт файл 5 5 и и и и и и и и получил то значит и получит 100 килобайт а и в батареи но это возможность это делать и сразу меняется изжим эти чтобы разыгрывать пользователь используется а наш об . и давайте сразу создадим а то есть в данном случае чтобы стать исполнить зипа или ты нужно она и параметр z также название на чтобы понять что из сжатый это явно указать мы можем либо в развернутом виде написать ибо часто практикуется сжатая короткое зрение а газет и что мы хотим вот наш чтобы мы можем точно так же распаковать сжатый архив данные отец или выше и разархивируем сюда да разархивировать от букачкой от так файл нам нужно казаться казать каким угритмом разархивируется помолчу а вот наши данные что еще можно добавить про так про сжатие конкретно поддерживается также сжатие с помощью тип какой то там еще не помню как формат тип он поэт скажем так хуже все а он сам мы можем сжать с помощью он так тип когда можно например она еще джей большой есть и большое оно позволяет сжимать еще лучше параметров масса да вот джей маленькая zip и большой x zip не знаю как я использую вот этот разницу и больше но если и переносит это сервер он будет и в старой версии там более старые и ты этим форматом и поэтому мы получаем лучше но потенциально это достаточно старых и это это вряд так то если мы хотим сжать полностью нашу систему дать бык полностью и у нас тут есть несколько территорий которые могут вызвать сложности например прок мп ран напомним что прок это виртуальная файловая система который генерирует ядро фич файлов есть мы мп кит служебные файлы временный от ран вообще мпф данные в оперативной памяти тоже временные вот c-group тоже виртуальная файловая нам их архивировать нужно и более того это может стать проблемой мы можем исключить из архива какие-то либо данные допустим так создадим архив полностью дикторий backup есть параметры фут например тест текст риск и посмотрим если этот файл в нашем архиве там есть а ну понятно потому что и этого файла там нет только только я помню нужно использовать пять попробуем несколько файлов на 5 несколько файлов на и это но и это тоже и это и если несколько давайте попробуем по маске вот, например, с гордочком так, это все, что я хотел рассказать про ТАР хочу только начало теперь перейдем к ТАМАМ по умолчанию у нас есть фактические жесткие диски на них мы создаем разделы в каждом разделе создаем файловые сети проблема в том, что ими не очень удобно управлять операции связаны с размером сантиметров перемещения плюс мы не можем сделать один диск можем сделать большой раздел который бы размещался на нескольких полностью а это может понадобиться если у нас два диска файл размером 90 получится мы придумали систему которые позволяют управлять разделами во вторых входить от ограничения называется logic of volume менеджер давайте посмотрим какие пользоваться умолчание зачастую путь в линукс при установке используют лм прямо изначально но не всегда возможно придется что-то ставить наверное можно поискать вот у нас есть лм2 logic of volume менеджер я думаю что если попытаться ее поставить то подтянутся но здесь уже стоит чтобы нам посмотреть какие у нас есть физические диски все время есть утилита f-диск которые вообще позволяют давать классические разделы параметры минус л лист и мы можем посмотреть все разделы которые у нас есть нумерация дисков в линуксе в линуксе диски нумеруются буквами а их разделы на них цифрами а то есть sda1 это первый раздел на первом диске это мы видим что у нас есть диск sda 13,5 гигабайт на котором есть два раздела sda1 sda2 а то один из них кстати уже лпм том ну нет физически и у нас есть диск tb 5 гигабайт на котором ничего нет это и ничего нет тогда ничего потом ну и два лпм о них мы пока не будем говорить будем 0 немножко про лм еще есть такая классическая схема которая иллюстрирует структуру лм чем выше тем скажем так наверху у нас это физические устройства то есть некие либо отдельные жесткие диски разделы и называется пи это physical volum далее мы создаем группу то есть фактически это volum группа физических томов некое единое объединенное целое видится как целое и в физическом группе томов мы создаем наши логические там logical волю которые по размеру могут не совпадать с размерами физич нет нет рейд этот разница рейд позволяет он все таки повышает надежность в основном он повышает надежность тоже нет вообще никакой то есть это объединение но во-первых более гибкая да рейд вы не можете пить допустим фактически и разделы на даже если вы делаете программный рейд то там используют только здесь в данном случае нет ни выигрыша в скорости как в рейд 0 это здесь нет не повышение надежности здесь только повышение гибкости удобная проблема фактически конечно же в качестве физических домов могут выступать рейд например статус можно объединить технологии для повышения да да поэтому если нужна то лучше делать поверх рейдов это логические тома суммарный объем логических томов не может превысить суммарный объем физических томов но размер логических томов не зависит от размера физики понятно логика отлично соответственно в каждом уже анатоме мы вольны создавать файловые системы да не вольны не с лошками лучше делать но проблема в том что ты перенесешь другую систему там тоже должен д это должны это на мой взгляд это увлажнение если тебе нужно просто перейдем данные разбицу парфейс ну да чуть позже пусть ты это все поймешь я прошу прощения и сделаем паузу ну сталь аля после занятия я так это будет как-то работает так мы нашли наши 3 дикта да и а с д б с д д теперь нам нужно создать на ней культуре потому что сейчас эти диски это как пустой диск новый диск с новый диск на на нем 5 разделы который потом уже да создать файл стену с начнем с разделов немножко окунемся кратенько в мир в диск лита который краса не занимается созданием разделов мы указываем на каком диске мы хотим им диском мировых работ виски находятся ф и здесь мы даем краткие команды по одной букве опять же начало слов чтобы нам посмотреть таблицу разделов в данном случае партишек тем что у нас чтобы создать новый и краткая справка про структуру разделов мы можем на диске создать максимум 4 разделов от так называемых основных праймерий не больше 4 но что делать если нам нужно создать больше разделов есть так называемые расширенные экстендеры внутри которых мы можем создавать еще разделы праймери сделай создать можем стендер опять же не больше 4 а мы можем создать такую древовидную структуру в экстендере создать экстендер и создать экстендер и идем пока по умолчанию праймери раздел и мы его используем раздел 1 далее нас просят какого сектора начать и закончить чтобы создать полностью весь диск мы можем соглашаться на значение помолчание и теперь нам нужно задать тип файла наизусть мы конечно помним но мы можем под здесь указаны все файловые системы которые поддерживаются в вашей системе просто множество какие-то из них актуальны какие-то не актуальны и у них есть шестнадцатиричные коды нам нужно linux lvm 8 мы пишем 8 это мы задали можем посмотреть там сделав вот наш раздел появился теперь он называется sdb1 и чтобы нам все эти изменения применить есть то есть то есть описывает посмотреть естественно что у нас есть опять же sdb появилось то же самое нам нужно с сейчас сделать побыстры да да в основном в обычном разделе нельзя создать подраздел в расширенном можно было сделано для того чтобы мы могли создать больше четырех разделов тоже 4 в каждом расширенном разделе можно можно не вначале ясно тоже не скажу за счет чего хорошие вопросы на давно давно этим в данный момент это можно воспринимать так как исторически сложилось во первых если нужны подробности вы можете это без особых слов я для себя тоже постараюсь это дело вспомнить я думаю что так и сам с д отлично мы создали соответственно разделы на каждом из наших трех дисков и теперь нам нужно ну скажем так произвести инициализацию физических томов этого у нас есть это вообще сразу обратить ваше внимание что это у нас есть птические тома группа томов и логично и этих всех уровней название утилит отличается только на по ним уровнем да то есть например вот и пиви и не шпиль и вы и пиви play то еще раз начинается то есть начало начало команд начинается с того с чем вы собираетесь работать и там продолжение одинаково а то например и и и креет лви и или посмотреть информацию в виде сплей и дисплей логикой м работаем что делаем так пиви креет вот мы создали если мы хотим полить а пиви риму тоже абсолютно говорящие они удалены ну создание мало конечно физические тома готовы посмотреть информация о них это и дисплей вот у нас есть первых на название физического тома у самого устройства в объем а и айди и айди этот глобальный от он уникальный а он уникальный он а а а он что оказалось посмотреть из в доступ и вообще и они на и на с на и б ну в краткой форме все показывает, но показывает, видите, он все показывает, мы видим наш другую группу, у нас уже есть группа, группа томов, на которой основная система устанавливает. Но мы создадим сейчас еще одну, с нашими новыми действиями. Итак, как же создать нам группу томов? Я думаю, вы можете доказать. pgcreate Мы указываем имя, которое мы хотим использовать. Ну, лучше вообще говорящее, но если оно будет длинное, то просто замучайся каждый раз это писать. В данном случае максимальное имя возьмем. И указываем, какие физические тома мы хотим добавить в эту группу. Добавим нам для начала парочку. А говорят, что созданы. И мы можем посмотреть информацию о наших группах. Одна CentOS у нас. И наша новая WG. Мы можем посмотреть опять же UID. Если вдруг. И объем. У нас получилось 9,99 гиги. Не люблю это название. Byte. Мы можем посмотреть название контактной информации. Причем так же вот. Мы нашли группу WG. Мы можем в желании переименовать группу WG в какую-то группу WG. И когда мы получим. То. Это не затронет работу дикта. Если у вас где-то в скриптах или в командах используют имя. Например, для. Если вы монтируете. Давайте посмотрим UID. WG. У нас изменилось имя. У нас изменилось имя. UID не изменилось. В том числе. Если вы, допустим. Для автомонтирования. Представьте системы. Так. Если вам нужно представьте. Системы. В какую-либо директорию. В какой-либо WM. Том. Используйте. PID. Потому, что он не меняет. А если вы использовали некий полный путь, в котором раньше было одно имя группы, а вы переименовали его имя группы, то, естественно, оно не смогло. Либо если у вас есть какие-то скрипты, в которых используется путь с названием группы, тогда они тоже, естественно, обязательно работают. Но на саму работоспособность группы это не повлияет. Так, мы создали группу физических томов. Теперь нам нужно создать раздел. Создадим раздел. Опять же несложно догадаться, какая команда. PlayCreate. Нам нужно указать имя. GroupPOP. Стал. Нам нужно указать размер. Существуем 9 точек. Попробуем. И имя группы, в которой мы хотим создать. Ну, в том. Вот нам говорят, что мы немножко округлили. Но группа создана. Как посмотреть информацию. Как посмотреть. Дисплей, допустим, по всем. Опять же, это по всем. Вот создался наш тон, который доступен по fvog.gralc. Пойди. Пойди. Сейчас. Статус. Ой, ну так. Сейчас посмотрим, как удалять. Как сделать. Сейчас, но я забыл указать объем тома адекватный. 9,9. Это, видимо, байт или байт, что ли. Он округлил до минимально возможного объема и получилось 12 мега. Здесь, по идее, должно было быть 100 гигабайт. Поэтому нам нужно предварительно удалить. в fvog. Так что, вы уверены, да? Все там удален именем нормального объема. Вот нормальный объем, да? 9,9 гигабайт. Видно, время, когда создалось, полная ткань. Так. Точно так же можно сделать LVSCAN. Видно, активное неактивное состояние. Путь. Идем. Теперь нам нужно, то есть, как мы сделали? Сделали фактический раздел. Нам нужно теперь создать на нем файловую систему. Для этого есть утилита MTFS. Мы можем, можно посмотреть вот так, какие типы файловых систем поддерживают. BetterFest. Text. FyEx3. 4. Задим ему классический Text4. Можем либо сразу выбрать нужную утилиту, либо можем использовать ключик. и указываем на что. Фок. Той. Фок. Аминь. Amount. Фок. Той. Той. указывать просто вам момента смен и вот теперь мы можем с помощью утилиты df посмотреть информат павел если она появится а вот последний пункт мы видим что первом столбце последний аукциям и смотрим это доступные общие можем там файл тем что нас создался вопрос есть менять размер ну к примеру и сейчас мы этим сложности могут быть если мы нам нужно уменьшить нашу файловую систему а потом уменьшить наш раздел грубо говоря файловая система она над разделом соответственно чтобы уменьшить раздел нам нужно предварительно уменьшить файловую систему том размер мы можем уменьшить размер тома ввм независимо от этого но файловая система сломается это значит что сломается но насколько я помню это будет вашим дамом в лвм можно уменьшить размер тома указав определенный ключ он предварительно сам уменьшить файловую систему размер файловую систему может быть от ваших данных от ваших данных до размера раздела да вы можете файловую систему у вас 2 гигабайта данных за 3 скажи мне разницу давай-давай рассказы да физически тонн это то что ты можешь потрогать либо это может быть также раздел на диск ты можешь взять жесткий диск располовинить его ну каким-то тем же в диском сдеть пополам не знаю там у тебя есть диск ты хочешь полностью использовать в линуксе а второй диск ты половину хочешь использовать в том же линукс а половину там индус опять же гибкость да ты можешь располовинить диск добавить в группу один физический и половину то отлично на как вы помните мы создали группу из двух дисков нас есть еще один попасть и давайте добавим его тоже в группу для этого нам предварительно нужно отмонтировать наш предварительно логическом ланды юмал мы видим что из к точкам и и мы можем расширить нашу группу на еще один том на физик том или то в игрок команда название группы устройства уп успешно расширена у нас был размер группы 999 а у 14 добавили еще он так и нет она тут видите ошибок нет пока расширили только группу размер дома остался прежним то есть он прежним 990 9,9 теперь нам нужно расширить наш логический тон экстенд а нужно поезд то есть мы взяли и добавили еще устройство полностью в эту группу логическом и он стал размером 1490 но мы помним что наша файловая система она осталась прежней видим что нам по-прежнему доступны 9 и добавить то есть нам нужно действовать последовательно от более низких уровней более высоким группу расширить он расширили файловую систему есть есть уэф указываем устройство он просит нас предварительно проверить файловую систему нет ли в ней то есть уэф от уэф до и ну уэф и но и мент все доступные и она уже вен добавили или это без потери да вот такие естественно тема лвм более полная это можно сказать первое знакомство хоть и вполне рабочие информация есть а то есть если я буду вам рассказывать про все и мочи нет естественно есть новая и добавляет есть и помет вам может можно создавать камшоты которые пусть и не эффективны но позволяет вам сделать мгновенность содержимое на диске у вас будет продолжать писаться данные в основном раздел а страницы нет можно использовать например сделали мгновенный снимок вы знаете что у вас консистентные данные сделали бэкап страницы 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 1 это с это есть и с и с и и с и и с и 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 он нужен слог ими физиками оперативной памяти но бывают ситуации, когда ими становятся недостаточными что делать? освобождать мы будем просто освобождать память то есть какие-то данные, которые сейчас в работе они появятся у вас произойдет в креслах какой-то однако возможно есть нужные данные, но нужные и прямо сейчас которые можно вытеснить можем фактически только нажать это мы можем сделать некую виртуальную память которая фактически данные расположены на жестком диске да, доступ к ним очень мягкий оперативной памяти но тем не менее позволяет нам реактивным образом расширить память какой объем оперативной памяти должен быть свопа должен быть если у вас объем относительно большой наверняка вы можете позволить себе создать равные объемы оперативной памяти 4 гигабайта память вполне можно отрезать от диска но например ситуации когда у вас гигабайт памяти подсказки подсказки откидать от 120 поэтому можно взять некий разумный объем 3 гигабайта так можно посмотреть информацию о текущих разделах да и немного терминологии то есть если в виндовсе хоп находится в файле просто файл который то в линуксе принято создавать разделы можно создать раздел в файле сегодня я расскажу разделы потому что головы я не помню как создать но при установке установки линукса вы всегда создаете раздел для подкачки можно не создать если вы знаете что у вас просто море оперативной памяти когда они кончат в ваших условиях да при ваших у вас маленький сервер распространяемости а у вас 128 то можно вообще не заботиться о разделах подкачки может быть даже это лучше потому что система не будет даже думать о том чтобы кто-то запрещать обращение как информация о разделах подкачки я уже говорил есть виртуальные файлы вести с помощью которой можно сделать какие-то данные из ядра либо даже как-то влиять на сейчас не будем детально оставаться там есть некий файл опс который мы можем прочитать и мы видим что у нас определенного объема с определенным приоритетом есть один давайте попробуем создать наш дополнительный раздел подкач с помощью пап и вот мы реализировали раздел подкачки у него опять же и свой объем занят полный объем 2 гигабрика как утилита swap кстати есть утилита swap информация и расположен мы нашли посмотрим разделов подкачки видим что у нас пара разделов подкачки в разном проекте но если мы сейчас перезагрузим систему то поп подключится снова его нужно вручную включить для такой ситуации у нас есть файл fcab в котором содержится информация о том и куда монтировать при входе в территории экси и мы можем посмотреть его с этим это просто текстовый файл вот так он выглядит у нас здесь у нас есть помонтировать а почему куда монтировать куда монтировать тип файловая система и там дальше параметры которых мы они не принципиально но вполне я думаю когда вы доберетесь ожидает так у нас есть смотрите монтирование по пути монтирование с помощью я уже говорил почему использует у иди потому что просто привязывает к устройству даже если вы измените путь на название раздела или например эти сда sdb они могут зависеть от того каким портам у вас вот к дали переткнули диск у вас уже определилось по-другому sdb стал диск а система не загружается вы используете иди такая проблема не возник как узнать собственно 5 нет пойти поиском и в суде он директории f вот вот есть байки и альди птически это ссылки на определенное устройство так софт трейд ибо мы можем увидеть иди посмотреть и ибо вот здесь до при создании у нас казался вот обычно пишет как вот с до 1с до b1 так асапа так я низко допустим нашли этот самый иди этого можем пойти датировать на от а а оп оп Отлично. Мы можем сделать теперь слабо. Так, мы хотим отключить. Идея, да, как это работает? Вы можете добавить нужный раздел, обязательно сломать. Таб, команда mount минуса, это возьмет данный. Таб, давайте попробуем перегрузить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Потому что она у вас в том, что я готов ответить по мере своих возможностей на вашу. Продолжение следует... Если у вас может либо сломаться файловая система по каким-то по мере возможностей ее можно у вас сломать. Что-то логическое. Если у вас сломали физически вот эти блоки, то считайте, что у вас данная потеря. Она ведь не нужна потеря. Ну, это обычно. Так, отремонтировать. Вот сделали чек ФС. Это именно утилития для проверки файловой системы. Но для этого файловая система должна быть не смонтирована. Ну, это мы немножко шаг в сторону. Если вам нужно проверить кринкую файловую систему, на которой система установлена, то вам нужно при старте системы загрузить. Ну, есть разные режимы. У ФС называется Margin. Так, в сторону, поэтому и специально не работает. Вы загружаетесь, у вас есть фарш. Но у вас файловая система не смонтирована. Оттуда можно проверить. Оно восстановится. Там есть журнал файловой системы. Сейчас мы посмотрим, что это делает. И, возможно, последствия. Если у нас данные хранятся по этим нодам, файловые дескрипторы. Да, большой шаг в сторону. У нас есть некая таблица, в которой у нас есть информация о том, что где расположено. У каждого файла есть. У каждого файла есть. Если в дуг. Вот это вот E2. Где файл должен быть. У нас есть территория LostInFound. И он складывает туда эти файлы, не по именам, а по E2. И он может туда половину всех ваших файлов положить. Вам потом это сгребать. Вам нужно же в нужную директорию с нужным именем положить. Сломайте себе голову. Поэтому, если вы чувствуете, что здесь, да, лучше возьмите, подключите к другой, в начале, да, в той системе, тупо скопируйте оттуда данные какие-то. У вас файловая система поломана, но не полностью. Только после этого проверяйте. Что касается, если у вас данные физически не читаются, так не может. Либо вы можете прочитать не читать. Если поломка, там, тех блока, где у вас таблица файловая, у вас могут быть глобальные трудности. А восстановить можно любые данные, но зависит от того, сколько у вас есть денег. Да, то есть, как бы, если данные суперценные, и отвалить миллион рублей, вам их, скорее всего, у вас нет. Но зачастую вам приходится смыслиться с потерей. Потому что стоимость слишком высокая. Еще вопросы? Ссылательно по сегодня. Вопросов нет? Тогда всем спасибо. И в следующий раз мы продолжим что-то в этом же духе. Про диски, про файлы и стены. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...